Эпилог Они скорее служили ориентирами для заблудившихся в лабиринтах дворца великого герцога Нарпоны. Если развернуться в сторону ближайшего выхода, то мерцание магических кристаллов приобретает зеленоватые оттенки. Мунлайт не нуждалась в подсказках. Она выросла среди этих стен и знала каждый закуток этой части дворца. И здесь все оставалось как раньше. Вот только теперь даже самые отчаянные же ребята избегали забредать сюда в поисках приключений. Да и вообще. Вся молодежь нынче держалась своих наставников. Мунлайт улыбнулась, вспомнив, как кобылки из приюта вешались на нее гроздьями, выпрашивая новую историю. Это было забавно и мило. Но когда подевались все сэрви головы, она хорошо помнила укол ужаса, который приметнул на мгновение в глазах юных подопечных, когда она предложила сделать вылазку в ближайшие подземелья дворца. Никто из кобылок так и не смог объяснить свой испуг. И тогда Мунлайт поняла, насколько чужой она стала этому месту. Лишь в самых заброшенных частях дворца она все еще чувствовала себя, как дома. Что же тут произошло, пока ее не было? Вздохнув, Мунлайт разожгла поярче огонек на кончике рога и вгляделась в кусочек темного коридора за поворотом. — Я могу помочь. Мунлайт рефлекторно дернула ушами, пытаясь настроиться на голос, хотя он прозвучал в ее голове. — Благодарю, принцесса, но я должна сама, — мысленно ответила кобылка. — Хорошо, я отстранюсь. Ты всегда можешь позвать, если потребуется помощь или... или если произойдет что-то совсем необычное. Последние слова прозвучали как просьба. Голос Луны стих, и Мунлайт осталась наедине с собой. Она взъерушила копытом гриву, тряхнув головой, шагнула вперед. За поворотом Мунлайт ждал проход на винтовую лестницу. Первые несколько витков кобылка пролетела на одном дыхании, перепрыгивая через ступеньки. Постепенно затяжной подъем высасывал из нее не только силы, но и решимость. Выйдя на площадку перед тяжелой дверью изморенного дуба, Мунлайт уже не была так уверена в себе. Она поправила фальшивый ошейник и постучала. Так и не дождавшись ответа, она потянула магией закованное железное кольцо. Незапертая дверь со скрипом утворилась. Подоптавшись в нерешительности на пороге, Мунлайт пересилила себя и прошла внутрь тесной комнатушки. У стены стоял низкий столик, частично заходивший в стенную нишу, и большой сундук. В дальнем углу низкая и широкая бадья для нечистот. На столике расположилась корзинка со спелыми апельсинами и большая деревянная тарелка, усыпанная крошками хлеба. Косые лучи вечерней зари едва пробивались сквозь ледяные пластинки в узком окне бойницы. Впрочем, обитательница скромной кельи в освещении не нуждалась. Прямо под оконцем на низком топчине устроилась кобылица-единорог. Она лежала на животе, подобрав под себя задние ноги и удерживая между передних охапку полевых цветов. Такие можно повстречать на любом пустыре, в любое время с ранней весны до поздней осени, и название большинства из них Мунлайт никогда не могла запомнить. От метелок, мелких ярко-желтых и более крупных синелиловых цветков исходил их два уловимый, горьковато-пыльный аромат. Рог кобылицы на секунду вспыхнул. Она повернулась в сторону Мунлайт и криво ухмыльнулась. «Ну, здравствуй, радужная крыса!» «Проходи, не стесняйся! Я гостям всегда рада!» В голосе не осталось ни малейшего следа злобной ярости, с какой она год назад грозилась выщипать по волоску хвост Мунлайт. Былой задор тоже угас. Мунлайт вздрогнула при виде покалеченных глазниц когда-то лучшей подруги. «Аврора!» Мунлайт проглотила комок в горле. Кобылица уткнулась в мордочке в растрепанный букет и, отфыркиваясь несколько секунд, там что-то искала. Наконец она подняла голову, держа во рту веточку чертополоха с лиловым цветком на конце. Мотнув головой, она заглотила эту веточку и принялась жевать. Горьковатые колются, но терпимо. «С апельсиновой цедрой и овсом так вообще будет замечательно!» Зглотнув, прокомментировала Аврора. «Прости меня, если можешь. Он приказал мне защищаться любым, любым способом!» Едва сдерживая слезы, пролепетала Мунлайт. «И я... я тебя...» Полная сестренка. Аврора поднялась стопчаная и подошла к Мунлайт. Четыре года эта гадость. Она ткнула в свой рабский ошейник. Превращала меня в лужицу болотной слизи. Знала бы ты, сколько раз я придумывала, как бы мне нарваться и покалечиться, чтобы обо мне забыли и оставили в покое. И тут появляешься ты. Такой маленький кусочек счастливого прошлого с невинным взглядом. Я сорвалась. Это я виновата перед тобой. Повисла пауза. Мунлайт не могла выдавать из себя ни звука. Все заготовленные слова рассыпались, как сухой горох из лопнувшего мешка. Аврора же напротив принялась по-хозяйски хлопотать. Из открывшегося сундука выплыло пару подушек и упало на пол возле столика. Одновременно облачко магии охватило один из апельсинов в корзинке, и уже через секунду истекающий соком фрукт опустился на тарелку, разрезанную на десяток кусочков. Аврора привстала, опираясь на стену, и принялась шарить на полке. Вскоре оттуда выплыла оплетенная лозой глиняная бутыль и пара серебряных стаканов. Все это плавно сливитировало на стол. Знаешь, за последнюю неделю он приходил уже третий раз. Аврора магия откупорила бутылку и разлила вино по стаканам. Предлагал поселиться у него. Просто словами, без приказов. Но уж нет. Я так думаю, хочешь быть со мной? По-настоящему? Приходи сюда. Я... Только тут я дома, Рейнбо. Аврора села на подушку и опрокинула в себя в стакан, разом осушив его до дна. Ой, ну я и дура, спохватилась она. Ты ж все еще малышка, а я тебе вино предлагаю. От голодка беды не будет. Присяживаясь на соседнюю подушку, ответила Мунлайт и пригубила напиток. Крепкий портвейн с пряностями обжег язык и гречей волной проскользнул по пищеводу. Вскоре приятная легкость развелась по телу и достигла головы. Наконец, Мунлайт решила сделать то, ради чего сюда пришла. Она достала из сидельной сумки небольшую изящную тиару с единственным камнем, крупным аметистом посередине. Помнишь, мы читали об амулетах магического зрения? Ты еще говорила, что с ними здорово прятаться ночью. Тебя никто не видит, а ты видишь всех. А ты предлагала исследовать самые глубокие подземелья. Как давно это было? Аврора ухватила губами, порещей перед носом кусок апельсина. Да. Так вот, мэтр Хейберт разобрался и объяснил, что мы тогда делали не так. Этот милый, смешной недомерк? Ой, прости. Он же твой новый хозяин. Аврора, есть дело. Мунлайт перекладывала тиару из копыта в копыта. Он... амулет. В смысле, он работает. Ты понимаешь, Аврора? Аврора сгорбилась и застылась приоткрытым ртом. Я... в общем, вот. Мунлайт привстала и опустила тиару на голову подруги. В глубине аметиста на мгновение вспыхнул огонек. Вздрогнув, Аврора медленно подняла голову. На Мунлайт уставились покалеченные глазницы, из которых потекли слезы. Аврора провела копытом по щеке Мунлайт. Какая же ты малышка. Стой. Не дергайся, я хочу получше тебя рассмотреть. Сначала ты увидишь общий контур, как будто набросок углем. Мунлайт утерла выступившие слезы. Потом появится штриховка детали, а потом цвета. Я помню, как он должен действовать. Со временем и в знакомых местах это будет происходить все быстрее и быстрее. Мунлайт кивнула и, не сдержавшись, бросилась с объятиями на шею Авроре. Ха, сестричка, я тебя еще за приглашение на бал не поблагодарила, а ты вот... Аврора зарылась носом в гриву Мунлайт. Принцесса Луна взяла в копыто протянутую переднюю ногу Хейберта. «Сим, провозглашаю, сэр Хейберт из Эквилака!» Объявила она контрлосским королевским голосом. «Прими знак рыцарского достоинства и носи с честью!» С бархатной подушечки на спине пожа Луна телекинезом подхватила серебряное кольцо и надела его на рок Хейберта. Со стороны допущенных на церемонию гостей раздались аплодисменты. А еще совсем рядом послышались удары копыт друг от друга. Луна скосила взгляд назад на сидевшую под литроном Мунлайт Рейнбоу. Виновата улыбнувшись, кобылка одернулась и снова села прямо. «Что ж, сэр Хейберт, не буду вас больше мучить церемониалом!» Сказала Луна едва слышно. «Кажется, вас и так заждались». Она отпустила ногу новопосвященного рыцаря и легким кивком ответила на его поклон. Он поклонился также Селестии, встал и направился к столпившимся у входа в малый тронный зал гостям. Хейберту оставалось пройти еще пару шагов, как из толпы выскочили и повисли на его шее две кобылки — единорожка и земная пони. Их радостные возгласы были слышны даже у трона. Обернувшись, Луна встретилась взглядом с Мунлайт. Подмигнув и улыбнувшись краешком губ, паринцесса отпустила кобылку. Мунлайт скачала и рысью пустилась догонять Хейберта, который вместе с гостями уже покидал тронный зал, повинуясь распоряжениям церемониемейстера. Спустя пару минут стих шум, доносившийся из коридора. Никто не осмеливался проронить ни единого слова. Все замерли в ожидании дальнейших распоряжений. И уже Селестия воспользовалась кантерлосским королевским голосом. — Благодарю. Все свободны. Караольные возле парадных дверей отсультовали и вышли из зала, закрыв за собой тяжелые створки. Слуги задержались чуть дольше, прибирая использовавшийся в церемонии инвентарь, но вскоре ушли они. Прошло несколько минут, прежде чем Луна наконец нарушила гнетущую тишину. — Ну что, сестрица? — Как ей говорила? — Если хочешь, чтобы было сделано хорошо, сделай это сама. Селестия с шумом выпустила воздух из легких. — Ох, Луна-Луна. Она спустилась с трона и медленным шагом прошла к большой витражной двери, которая бесшумно отворилась перед ней. — Когда-нибудь твое безрассудство может обернуться катастрофой. По тронному залу пробежал холодок осеннего вечера. — Бросьте. Ты просто завидуешь, что так и не научилась отбрасывать годные тени. Луна бодро рысью догнала Селестию, и они вместе вышли на просторную полукруглую террасу. Слуги позаботились о том, чтобы принцессы ждали столик с угощениями и маленькая жаровня, на которой подогревалось вино в большом серебряном котелке. Луна с энтузиазмом принялась наполнять два кубка из горного хрусталя. — А если бы тебе не удалось восстановить единство со своей тенью? Селестия нервно дернула крыло. — Тогда бы у нас появилась младшая сестренка. Луна пожала плечами и передала вино, от поверхности которого поднимался порог. — Те, не кисни, а то вино прокиснет. Селестия подхватила телькинезом кубок и сделала большой глоток. — У меня от тебя-то одной голова кругом, а вдвоем вы бы меня вообще с ума свели. — Селестия улыбнулась в первый раз за вечер. — Это все от того, что ты не даешь себе проникнуться духом приключений. — Ой, ладно, ладно. Луна взмахнула копытом, предупреждая возражение. — Я тебе приготовила подарок к празднику осенней луны. Сейчас, дай только сосредоточусь. — Ты опять нашла что-то любопытное? Только смотри, чтобы как в прошлый раз не получилось. — Как в прошлый раз точно не выйдет. — Вот! Луна дунула на копыта, и от ее дыхания возникло серебристое облачко. — Я совершенно точно, абсолютно гарантированно уверена, что тебе необходимо хоть раз побывать в шкурке героев своих сказок. А лучше не раз, а сколько захочешь. Ведь столько веков прошло. Ты уже сама-то, небось, совсем забыла, каково это? Срога луны сорвалась и поплыла по воздуху в направлении Селестии полоска розоватого свечения. Облачко тем временем разбухло и уплотнилось. В нем происходили загадочные движения. А внешние очертания приобретали все более узнаваемые формы. Наконец оно приняло облик прекрасной кобылицы-единорога, шею которой украшал обруч из полированного метеоритного железа. Удивленная происходящим, Селестия поймала магическое послание сестры и не смогла сдержаться. Это же невероятно! Неужели такое все еще возможно? Ее глаза засеяли восторгом. Она застыла с полуоткрытым ртом, протянув к облачку копыта. Только не забывая про побочные эффекты, сестрица. Луна ехидно ухмыльнулась, глядя, как Селестия залилась краской. Кстати, это еще не все. Луна закрыла глаза и приложила копыта к виску. Сейчас должно начаться. На востоке забрежил свет восходящей луны. Оставалось меньше минуты до того, как из-за горизонта покажется край лунного диска. И тут безоблачное, уже потемневшее небо расчертили из края в край яркие всполохи. С дворцевой площади внизу послышались испуганные крики, но уже через пару секунд раздался восторженный вопль сразу нескольких сотен глоток. И было отчего. Небесные всполохи сформировали гигантские полотнища, зелено-голубые снизу и фиолетовые с переходом в красный на самом верху. Они заполнили все небо, соединившись в исполинские призрачные ленты, величаво покачивающиеся на потоках эфирных ветров. Наконец, во все это великолепие неспешно вкатилась луна. «После стольких лет в моей свите наконец-то появился маг, владеющий зеленым лучом», — ответила луна на немой вопрос Селестии и отслютовала кубком. Конец.